Привет, юзернейм! Сегодня мы поговорим о шпионаже, агентстве и его улучшениях, о самих агентах, а также о миссиях и операциях. Наливай чайку, устраивайся поудобнее, а мы начинаем. Начнём мы сегодня с нашего агентства. Само агентство создаётся в соответствующем разделе, для чего нам нужно будет потратить 5 фабрик в течение 30 дней. Создав агентство, первое, что мы замечаем, это начавшийся обратный отсчёт до разблокировки нашего первого слота подоперативника. Но о самих оперативниках мы поговорим чуть позднее. Само же агентство имеет так называемые филиалы, или бранчи. Разведка, оборона, операции, обучение агента, департамент криптологии. Улучшения из отдела разведки позволяют вам получить дополнительный модификатор к соответствующему типу разведданных. Помните, что вот эти 25% не просто прибавляют 25% к вашему разведданным соответствующего типа, а умножают ваш общий показатель на 0.25, когда брать зависит от ситуации вашего плана на игру. Улучшение пассивной обороны позволит вам увеличить уровень контрразведки. Тем самым вы увеличите противнику необходимое время на выполнение операций против вас, уменьшите максимально возможный уровень шпионской сети противника в вашей стране и увеличите свои шансы на поимку вражеских оперативников. Однако, как показывает практика, уровень контрразведки не особо-то и коррелирует с вероятностью поимки вражеского оперативника. Когда брать? В сетевой игре, если вы уверены в том, что в вас будут внедряться. Улучшение борьбы с партизанами увеличивает эффективность миссии оперативника и скоренеть сопротивление. Стоит отметить, что в связи с новой системой оккупации и сопротивления это улучшение может быть полезно. Но если вы хотите успешно бороться с сопротивлением и рассчитываете только на миссию оперативника, то у меня для вас плохие новости. Улучшение кражи чертежей увеличивает вероятность того, что операция по краже технологий выполнится с бонусным исходом. Когда брать? Очевидно, когда вы намерены активно заниматься кражей чертежей. Улучшение портативной рации улучшает эффективность операции с координированный удар на 100%. Когда брать? В одиночной игре в зависимости от ситуации. Улучшение невидимой чернила увеличивает количество разведданных от нашей шпионской сети на 20% и дополнительно уменьшает риск выполнения операций кражи чертежей на 25%. Это одно из самых полезных улучшений вашего агентства в принципе. Обязательно брать, если вы планируете заниматься кражей чертежей, а бонус на разведданные практически никогда не бывает лишним. Улучшение пластид улучшит эффективность таких операций, как подорвать промышленность, подорвать инфраструктуру, подорвать добычу ресурсов и усилить сопротивление. Это улучшение не несет за собой большой пользы в связи с принципом работы соответствующих операций. Улучшение периода для самоубийства увеличит шанс смерти вашего оперативника и уменьшает вероятность его обнаружения. Это одно из самых главных улучшений. Связано с механикой захвата оперативника, но об этом чуть попозже. Просто помните, что для вас всегда выгоднее смерть вашего оперативника, чем его захват контрразведкой противника. Улучшение местной центры обучения несет в себе две функции. Первое – это разблокировка решения из категории «вербовка местного оперативника». Эти решения позволяют нам завербовать оперативника с необходимой нам национальностью. Сразу же после исследования данного улучшения мы сможем вербовать оперативников из стран с континента, на котором находятся наши национальные территории. Однако, если у вас есть территории на других континентах, то за дополнительные 50 политки и 90 дней времени вы сможете вербовать оперативников и стран в соответствующем континенте. И вторая функция заключается в том, что это улучшение увеличивает вероятность того, что при следующей вербовке оперативника у нас появится оперативник с национальностью стран противников и стран, оккупированных нами, а также дополнительно увеличивает количество агентов для вербовки на одного. Когда брать? Когда вы планируете долго вести войну против одного или нескольких противников, или когда вам принципиально оставаться незамеченным как можно дольше? Улучшение подготовки команды с работой достаточно предсказуемо. Существенно повышает шанс того, что при следующей вербовке у нас появится оперативник с чертой команды. О самих оперативниках и их трейдах чуть позже. Стоит брать? Не стоит. Трейд команды дает бонусы на саботажные операции и операции по захвату шифра. Если иногда захватить шифр бывает полезно, то вот саботажные операции из-за их игровой реализации бесполезны чуть более чем полностью. Улучшение техника допроса существенно увеличит шанс поимки вражеских оперативников и ускорит получение разведданных от захваченных агентов противника. Когда брать? Если вы понимаете, что в вас будут внедряться, всегда. Улучшение дипломатической подготовки улучшает эффективность миссии оперативников, контроль торговли и дипломатическое давление. Когда брать? Практически никогда, так как с большей долей вероятности вы не будете использовать эти миссии. Улучшение психологической войны улучшает эффективность миссии оперативников пропаганда и усиление идеологии. Когда брать? Да в общем-то никогда, ну если вы конечно не задумали сделать переворот. Теперь давайте поговорим о криптологии. В обновлении La Resistance парадоксы переделали классическое дешифрование и шифрование, добавив в игру криптологию. Данная ветвь в агентстве нацелена на улучшение вашего дешифрования и шифрования соответственно. Создав отдел криптологии и открыв тематическую вкладку, мы сможем начать процесс дешифрования той или иной страны. Если нам удастся полностью дешифровать шифры противника, мы получим пассивные бонусы к оборужению воздушных целей, эффективности перехватчиков и самое главное, дополнительные 10% каждому типу разведданных о противнике. Если после взлома шифра нажать «Раскрыть разведданные», мы дополнительно получим бонусы на скорость планирования, количество прорыва и защиты в боях против дешифрованной страны. Наши морские высадки будут быстрее подготавливаться, дивизии на высадках будут иметь меньше штрафов из-за собственно высадки, и что немаловажно, мы получим дополнительные 50% каждому типу разведданных о противнике. Действовать эти дополнительные бонусы будут 30 дней, после чего уровень взлома шифра противника спадет на 50%. Сейчас стоит отметить пару важных моментов о криптологии. Во-первых, если вы находитесь в войне, всё равно с кем, вы взламываете шифры в два раза быстрее. Во-вторых, механика исследований, точнее бонусы на скорость исследования, были сильно переработаны в худшую сторону вместе с выходом DLC MadGuns. Уже тогда исследование ветки компьютеров было достаточно спорным занятием, сейчас же нам в целом не имеет большого смысла качать компьютеры дальше механического, ещё и из-за того, что ветка криптологии может быть полностью изучена при наличии лишь одного механического компьютера. Но и в общем-то улучшение дешифрования в этой ветке приводит к тому, что вам потребуется меньше времени на дешифровку той или иной страны, а улучшение шифрования приводит к тому, что нас будут дешифровать дольше обычного. Когда стоит изучать отдел криптологии? Практически всегда. А вот улучшение дешифрования и шифрования, особенно в ваниле, могут сильно ударить по вашей экономике. Теперь давайте перейдём к агентам и их особенностям. Стоит начать с ответа на популярный вопрос. Как получить слот под агента? Первый слот вы получаете, создав агентство. Второй слот вы получаете за пять любых улучшений агентства. Третий слот можно получить, если поставить советника «Призрачный джентльмен». С выходом для резистсанс такой советник есть практически у любой, если не у любой страны. Помимо вышеперечисленных способов, вы можете получить дополнительные слоты под агентов путём завершения тематических национальных фокусов, например, СМЕРШ у Советского Союза, а также если вы станете спаймастером своего альянса. Чтобы стать спаймастером, или как в русской версии это называется, разведруком, вам необходимо быть в составе альянса, иметь агентство хотя бы с тремя улучшениями и 50 политки. После получения роли спаймастера вы получите дополнительные слоты под агентов, исходя из состава вашего альянса и его промышленности. Во-первых, к расчёту дополнительных слотов допускаются только полностью независимые страны и марионетки с высоким уровнем автономности, такие как доминион, сателлит, субъект империи или подконтрольное государство. Во-вторых, если в составе вашего альянса есть страны или марионетки указанных типов, вы получите 0 слотов, если у члена вашего альянса в сумме заводов и фабрик менее 10. Если общее количество заводов и фабрик от 10 до 49 включительно, вы получите четверть слота. Если в сумме более 50 включительно заводов и фабрик, то половину слота. Другими словами, представим, что вы играете на Германии и вы спаймастер. Когда вы приглашаете в альянс Италию, вы получаете половину слота, так как у Италии суммарно более 50 фабрик и заводов. Вместе с этим, после приглашения в ось Венгрии и Румынии, вы получаете еще по четверть слота от Венгрии, так как у нее более 10, но менее 50 суммарных фабрик и заводов, и еще четверть слота от Румынии, по той же самой причине, что в сумме дает вам один дополнительный слот под агента. Максимальное число агентов, которыми вы можете одновременно управлять, равно 10. Разобрав способы получения слотов под агентов, давайте теперь поговорим о самих агентах. После создания агентства и окончания 30-дневного таймера, вам будет доступен к вербовке ваш первый агент. Стоит отметить, что минимальное количество агентов для выбора всегда равно трем, а вот многие мажорные страны имеют гораздо больше выбор стартовых агентов, включая многие исторические персоналии. Самое главное, что здесь нужно понимать, это то, что не все агенты одинаково полезны. По большому счету, суть шпионажа в этой игре заключается в минимизировании ваших рисков во время выполнения той или иной операции. С этим вам помогут и только тематические улучшения вашего агентства, но и правильно подобранные агенты. При выборе агентов нужно смотреть на их черты или трейты, и на их национальность. С национальностью все довольно просто. Если вы собираетесь, например, шпионить в Германии, то неплохо бы иметь шпиона-немца. Замечу, что именно неплохо, а не обязательно. Гораздо более важны черты агента, о которых мы сейчас и поговорим. Чтобы сэкономить вам время, я заранее сделал вот такую таблицу, в которой указал основные бонусы и уровень полезности каждой из черт. А стоит добавить, что полезность – это все-таки несколько субъективное понятие, в связи с чем я хотел бы обратить ваше внимание на то, что фактически уровень полезности обусловлен тем, насколько та или иная черта агента влияет на кост-эффективность соответствующей операции. Черты могут быть приобретены агентами во время выполнения соответствующих операций, но гораздо проще и эффективнее ролить себе агентов заранее. Все, что для этого необходимо сделать – это выбрать любого агента, а затем уволить его. Таким образом, в списке для найма агентов у вас появится новый агент, и в зависимости от вашего уровня везения – с нужной вам чертой. Наших агентов могут поймать во время их работы. Если вы не будете достаточно расторопны со спасением своего агента из плена, противник сможет получить существенное количество разведданных о вас по каждой из сфер. А если вы в принципе не очень везущий человек, то ваш агент может стать двойным агентом и перейти на службу к противнику. К сожалению, сам механизм сохвата агентов на данный момент сокрыт за игровым движком, и мы можем лишь догадываться о том, как он работает. Однако нам известно, что и с какой вероятностью может произойти с нашим агентом, как во время выполнения миссии, так и во время выполнения операции. С вероятностью 45% наш агент будет вынужден скрываться, и в течение определенного времени будет недоступен. С вероятностью 25% наш агент будет пойман противником. С вероятностью еще 25% наш агент получит травму и в течение определенного времени будет недоступен. И с вероятностью лишь 5% наш агент будет убит. Если нашего агента замечают во время выполнения миссии, о самих миссиях чуть позже, то с вероятностью 90% наш агент будет пойман, и лишь с вероятностью 10% наш агент будет убит. Агентств, выполняющих миссии, контроль торговли и дипломатическое давление, нельзя убить. Можно только поймать. Если вашего агента поймали, то он с вероятностью в 10% может стать двойным агентом, после чего он перейдет на службу к вашему противнику. Что, в общем-то, на самом деле не так уж и плохо, так как в этом случае противник не будет получать бонусный разведданные. Агенты с чертой крутой не могут стать двойными агентами, а агенты с чертой двойной агент не могут стать тройным агентом и не могут вернуться обратно к вам. Закончив с агентами, давайте перейдем к миссиям агентов и их особенностям. Начнем мы с самой основной миссии – построить разведывательную сеть. Для того, чтобы построить разведсеть, вам нужно выбрать агента, выбрать соответствующую миссию и кликнуть на любой из подсвеченных регионов. И сразу возникает вопрос – почему мы можем выбрать несколько регионов и какие лучше выбирать? Связано это с механикой разведданных, получаемых от шпионской сети, но о разведке мы поговорим чуть позднее, а пока стоит понять, что если мы хотим как можно быстрее поднять уровень сети, то нам нужно ставить шпионов в один регион. Сама по себе шпионская сеть выполняет большой ряд полезных функций. Если мы хотим выполнить какую-либо миссию, то без достаточного уровня шпионской сети нам не обойтись. С помощью шпионской сети мы можем наложить на дивизии противника дебафы, которые уменьшают максимально возможный уровень планирования на 100% и максимальный уровень укрепленности на единицу. Это в том случае, если у нас 100% покрытие в регионе. Помимо дебафов для противника, мы также получаем бафы для себя. При 100% уровне сети в регионе мы не будем получать штрафы от морских выложений и будем на 50% быстрее стакать бонусы от батлплана в регионе. Шпионская сеть также является источником разведданных. Чем шире наша сеть и чем выше ее уровень, тем больше бонуса. Стоит отметить, что если вы набрали определенный уровень сети в регионе, а затем переместили агента из одного региона в другой, то уровень сети в изначальном регионе не упадет до нуля моментально. При установке одного агента в большую страну максимальные бонусы от сети вы будете получать только в том регионе, куда вы поставили агента. Анимация же поможет вам понять, в какую сторону можно развивать сеть дальше. Перекидывание агентов из региона в регион с правильным менеджментом может помочь полностью покрыть страну разведсетью даже с двумя агентами. Миссия перевести разведсеть в режим скрытности нужна из-за того, что агенты на миссии построить разведательную сеть имеют неплохие шансы быть пойманными вражеской контрразведкой. И чтобы это минимизировать, мы можем перевести агента в скрытый режим разведсети, в котором сила нашей разведсети не будет увеличиваться, но и не будет уменьшаться, а наш агент будет в относительной безопасности. Миссия усилить идеологию выполняет вполне предсказуемую вещь, только если раньше она была доступна из меню дипломатии, то теперь это выполняется с помощью агентов. Миссия пропаганда поможет нам уменьшить в государстве противника уровень стабильности и поддержки войны, но эффект этой миссии настакивается довольно долго, а максимально возможный дебаф равен 20%. Миссия искренить сопротивление не уменьшает уровень текущего сопротивления, а уменьшает максимально возможный уровень сопротивления в регионе. Собственно, сопротивление, оккупация и подчинение в другой раз. Миссия контролировать торговлю заставит целевую страну приоритизировать ваши закупки ресурсов над закупками других стран. Миссия дипломатическое давление заставит Иишку приоритизировать ваши дипломатические запросы над запросами других стран. Миссия контрразведка увеличивает ваш показатель контрразведки ценой установки одного агента на эту миссию. Стоит отметить, что каждое последующее использование агента на той же самой миссии в том же самом регионе уменьшает эффективность каждого следующего агента в два раза. Например, если мы ставим одного агента на контрразведку, мы получаем плюс один к контрразведке. Если мы добавляем второго в тот же регион, то он нам дает плюс 0.5, а третий плюс 0.25 и так далее. Итак, операции. В игре существует два типа операций, исторические и общие для всех стран. В рамках этого видео мы не будем разбирать исторические операции, так как их мало и существенные пользы они и несут, но вместо этого мы более детально остановимся на общих операциях. Чтобы выполнять ту или иную операцию, нам прежде всего необходимо иметь достаточный уровень разведсети в целевом государстве и некоторое количество агентов. Прежде чем разбирать механику операции, давайте посмотрим на таблицу операций и их связи между собой. Как видно из таблицы, часть операции доступна не сразу, что говорит нам о том, что неплохо заранее понимать, как мы хотим использовать наших агентов, но для начала давайте кратко разберем интерфейс и принцип работы операций. Итак, перспектива. Это наш относительный шанс успеха. Может быть улучшена как некоторыми соответствующими апгрейдами агентства, так и корректным выбором агента. Большая часть миссии имеет бонусный исход. Собственно, под эффективностью в черте агента подразумевается увеличение шанса бонусного исхода соответствующей миссии. Длительность – это время, за которое вы будете выполнять ту или иную операцию. Сделать его ниже базового не получится, а вот если противник поднял уровень контрразведки, то это время будет увеличено пропорционально уровню контрразведки. Стоимость. Одни операции имеют фиксированную стоимость, а другие операции могут иметь рандомную стоимость, которая зависит от того, какие события в фазах операции вам выпали. Фазы операций. У каждой операции есть три фазы – внедрение, выполнение и эвакуация. Каждая фаза имеет разные варианты развития событий, и вы никак не можете повлиять на выбор этих фаз. Другими словами, если вы не очень везучий, то вас могут потребовать н-фабрик на н-дней или, например, наличие транспортных самолетов. Некоторым операциям необходимо установить регион работы вручную. Опции «Начать по готовности» и «Повторять» сэкономят вам некоторое количество времени. После выбора самой операции, нам необходимо выбрать агентов и начать подготовку к операции. Если нам повезло, и операция не требует дополнительных ресурсов, то мы можем сразу перейти к началу операции. Жмем «Выполнить» и ждем необходимое количество времени. По завершению операции нас может ожидать несколько исходов. Исход первый. Один или несколько наших агентов были на время выведены из строя, но миссия все равно завершилась со стандартным исходом. Второй – это стандартный исход. Мы не имеем каких-либо бонусов. Третий – слабый бонусный исход. И четвертый – сильный бонусный исход. Соответственно, игра сначала выкидывает вам один из доступных исходов, стандартный или бонусный. И если у миссии есть бонусные исходы, кидает еще один куб, чтобы определить, какой из бонусных исходов вам выпадет. Как уже становится понятно, количество рандома переходит все мыслимые и немыслимые границы. Но на то у нас есть специальное на улучшение агентства и черты наших агентов, чтобы этот рандом минимизировать. Разобравшись с базовой механикой операции, давайте теперь перейдем к каждой операции более подробно. Внедрение в правительство. Стандартный исход. Открывает доступ к операции и украсть промышленные чертежи. Может иметь два бонусных исхода. С вероятностью в 33% после завершения операции вы получите 10% гражданских разведданных и 25% политки. С вероятностью в 67% вы просто получите 25% политки. Внедрение в армию. Стандартный исход. Открывает доступ к операции и украсть военные чертежи. может иметь два бонусных исхода. С вероятностью в 33% после завершения операции вы получите 10 единиц опыта армии и 10% армейских разведданных. С вероятностью в 67% вы просто получите 10 единиц опыта армии. Операции внедрения во флот и внедрения в ВВС, в общем-то, работают так же, как и операции внедрения в армию. Только разница в том, что вы будете получать опыт не армии, а флота или ВВС соответственно. Операция «Выйти на связь с сопротивлением». Стандартный исход – мы открываем доступ к операциям «Усилить сопротивление», «Подорвать промышленность», «Подорвать инфраструктуру» и «Подорвать добычу ресурсов». Может также иметь два бонусных исхода. С вероятностью в 33% после завершения операции вы увеличите силу сопротивления в указанном регионе на 10% на 180 дней. Или с вероятностью в 67% после завершения операции вы увеличите силу сопротивления в указанном регионе на 10% на 60 дней. Подготовить коллаборационистское правительство. Одна из важнейших операций в игре. Недоступна демократам и странным марионеткам. Стандартный исход, вы получаете 30% подчинения в указанной стране. В мультиплеере подчинение также называется комплайенсом или клапками. Имеет один бонусный исход с вероятностью в 33%. Вы получите не 30%, а 45% подчинения в указанной стране. Каждый повторный запуск будет на 25% дороже предыдущего по стоимости. Устроить переворот. Не требует дополнительного объяснения, смысл в общем-то ясен из названия. Подробности в Тол-Типе. Скоординированный удар. Если у вас есть цель войны против целевого государства, эта миссия позволит вам начать войну с целевой стороной, в начале которой ваши бомбардировщики смогут нанести до 12 атак за 3 дня. По портам и строениям противников без ответного огня со стороны ПВО. Разумеется, предварительно нужно самому указать соответствующие приказы своим ВВС, а в операции выбрать авиарегион, над которым висит ваша авиация. Украсть промышленные чертежи. Одна из самых выгодных операций в игре. Давайте сначала начнем с базового описания. Стандартный исход. Вы получаете 300% скидку на любую технологию из категории промышленности или электроники. Существует также два бонусных исхода. С вероятностью в 33% вы не просто получаете 300% скидку, но сверху дополнительно убираете штраф за 2 года опережения. И второй вариант. С вероятностью в 67% вы не просто получаете 300% скидку, но снимаете штраф уже за 1 год опережения. Во всех вышеперечисленных случаях у вас есть шанс получить не просто скидку, но и саму технологию. Однако точный шанс получения конкретной технологии неизвестен, так как он скрыт за той частью игрового кода, которая недоступна мододелам. Однако с этой миссией все не так просто. Дело в том, что в Хои у каждой технологии есть свой так называемый вес, который определяет, насколько эта технология продвинута. По умолчанию, в Хои большая часть миноров уровня Непала уходит в концентрированную промышленность. А теперь следите за руками. Концентрированная промышленность и рассредоточенная промышленность как технологии обе выходят из технологии базового станка. Если у вас есть, допустим, рассредоточенная промышленность третьего уровня, вы крадете промышленный чертеж у какого-нибудь Непала, то вам выпадет либо четвертая рассредоточенная промышленность, либо очень жирная скидка на любую технологию промышленности. Связано это с тем, что игра считает, что ИИ на концепроме первого-второго левела опережает в техническом развитии вас на третьей средоточке, так как игра считает, что ИИ на концепроме первого-второго уровня опережает вас в техническом развитии на вашей третьей средоточке. Связано это с тем, что игра не может сравнить две взаимоскучающие технологии промышленности. Для неё у вас есть только базовые станки, именно с этим параметром она и сравнивает. Конечно, если въедраться в более продвинутых ИИ-шек, есть шанс получить скидку на НПЗ или электронику, но идею, надеюсь, вы поняли. Работает это только с промышленными чертежами из-за кривоватой логики парадокса кодеров. К слову, если вы попытаетесь украсть технологию, это касается любой технологической сферы, но при этом у целевой стороны не будет исследовано ничего такого, чего вы сами уже не исследовали на момент кражи, вы просто получите 10% скидку на соответствующую категорию. Каждый последующий запуск поднимет цену от эмиссии на 5%. Украсть военные чертежи. Принцип равно такой же, как и при краже промышленных чертежей, стоя лишь разница, что скидки или технологии вы будете получать из категории бронетехники, включая бронемашины и варианты танков, артиллерии, включая ПВО и ПТО, пехотного снаряжения и ротообеспечения. Улучшенные варианты, например, тяж ПТ с пятой пушкой, украсть нельзя, вы просто получите тяж ПТ без апгрейдов. Каждый последующий запуск поднимет цену от эмиссии на 5%. Украсть флотские чертежи. Принцип работы такой же, как и при краже военных чертежей, разница в том, что скидки или технологии вы будете получать из флотских категорий, как корпуса кораблей, так и их оборудование. Кастомные дизайны кораблей украсть нельзя. Каждый последующий запуск поднимет цену от эмиссии на 5%. Украсть авиастроительные чертежи. Принцип работы аналогичен краже военных чертежей с той разницей, что скидки или технологии вы будете получать из категории авиации. Кастомные дизайны украсть нельзя. Каждый последующий запуск поднимет цену от эмиссии на 5%. Усилие сопротивления. Стандартный исход. После завершения операции вы увеличите силу сопротивления в указанном регионе на 10%. Может иметь два бонусных исхода. С вероятностью в 33% после завершения операции вы увеличите силу сопротивления в указанном регионе на 20% и уменьшите подчинение на 10% дополнительно. С вероятностью в 67% после завершения операции вы увеличите силу сопротивления в указанном регионе на 20%. Каждый повторный запуск будет на 25% дороже предыдущего по стоимости. Подорвать промышленность, инфраструктуру, добычу ресурсов. Стандартный исход для этих миссий после завершения операции и сопротивления постарается фокусироваться на уничтожении соответствующей сферы в регионе. Имеет один бонусный исход с вероятностью в 25%, и сопротивление еще сильнее постарается фокусироваться на уничтожении конкретной сферы в регионе. Как мне трудно догадаться, проблема этой миссии именно в том, что вы науськиваете яишку делать то, что вам хочется, но вам никто не гарантирует, когда произойдет то, на что вы потратили свои ресурсы уже сейчас. Спасти захваченного агента Название миссии говорит само за себя. Если вас захватили агента, эта миссия позволит вам вызволить его из плена. Особенность миссии в том, что завершив эту миссию, вы фактически спасаете всех захваченных агентов одновременно, но только у той страны, против которой вы организовывали операцию. Стоит отметить, что если вам поймали агента, то операция по его спасению должна иметь высочайший приоритет, так как в противном случае ваш противник получит до 40% разведданных, что может вылиться в очень неприятные последствия. Захватить шифр Иногда бывают ситуации, когда силы дошифрования недостаточно, а шифр нужно иметь взломанным уже вот сейчас. Эта миссия направлена на захват определенной части шифра противника. Стандартный исход, вы получаете 30% шифра. Может иметь два бонусных исхода. С уже знакомой нам вероятностью в 33% после завершения операции вы получите 50% шифра и 10% разгаданных случайного типа. И с вероятностью в 67% после завершения операции вы просто получаете 50% шифра. Разместить фальшивые разведданные доступно, когда вы находитесь в войне, не имеет бонусного исхода. После завершения вы получите под свой контроль фейковые юниты, которые со стороны противника будут выглядеть как настоящие. При попытке противника проатаковать такие юниты, они просто исчезнут. Если очень хочется, можно этим обманывать ИИшку, так как ИИшка сравнивает дивизии на линии фронта и вряд ли будет атаковать там, где посчитает это нецелесообразно. На этом на сегодня всё. Хотелось бы выразить благодарность Рихтеру и Акушникову за прогоны вместе со мной. В следующей части мы поговорим о разведке, сопротивлении, подчинении и оккупации. За этим прощаюсь и до встречи в следующем видео.